Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Благодарю тебя. Так, вы зачем звоните? У меня такое искушение. А, хотите об искушении рассказать? Да. А вам что, не с кем поговорить? Ну, меня вопрос мучает об искушении. А, вопрос мучает? И что, сильно? Наш священник купил машину за 2 миллиона. А что такое дешёвое-то? Вот и я бы хотела бы узнать, почему такое дешёвое. Я бы на вашем месте ему добавил бы, чтобы он за трёшничек купил. А мне вот на прошлый день рождения подарили машину. В искушение возят священники тем, что покупают такие дорогие машины. Это просто плевок, мне кажется. Да нет, это просто зависть у вас. Это не зависть. Ну, как, не зависть? А что же это? Вот, знаете, в одном, у одного русского писателя... В церковь несут божественные на храм и на всё остальное, не для того, чтобы батюшка покупал и... А вы думаете, он на церковные деньги купил? ...машинами. Вы меня можете послушать, минуточку? Я служу в церкви почти 40 лет. И ни разу не купил себе машину. Мне всё люди покупают. Понимаете? Но если батюшка на тебе не работает, ты служишь только в церкви, где вы на какие деньги можешь купить машину? Вы меня слышите или нет? Слышу. Я говорю, мне все машины, которые у меня были, все подарили. А до одной. И вот сейчас мне подарили очень хорошую машину, фольксваген, шикарная такая. Это люди скинулись и мне купили. И что мне надо? Это подарок продать? Ну, это ваше дело. Это моё дело. Но если какая-то молодая женщина будет считать, что то, что я сажусь в свой фольксваген, это в неё плевок. А я и не собирался в вас плеваться. А Иоанну Кронцарскому вообще пароход подарили. И он на нём плавал по Волге. А вы знаете, что он купил сам? Вы видели, как он в магазине в очередь стоял, в кассе пробивал? Нет, значит, вы клевещете или передаёте чьи-то сплетни. Ну, нехорошо же там. Нехорошо. Ну, а зачем же вы так делаете? Люди ходят нищие и живут за грани бедности, а священники наши разъезжают на таких дорогих машинах. Ну, совсем не все. Вот я, например, очень много знаю ситуаций, когда священник живёт очень бедно. Живёт на каком-то дальнем приходе, где очень мало народу. Ему даже не хватает на электричество. Они даже электричеством не пользуются, потому что платить нечем. А у вас какая машина? У меня нет машины. А, ну вот-вот, всё дело же в этом. У моего мужа есть машина. Нет, дело не в этом. А, у вас всё мужу поврось. А может быть, вы и питаетесь раздельно? Нет, всё вместе. Батяка. Тогда у моей жены тоже нет машины? Совершенно не завидую. Совершенно не завидую. Вообще греха в этом зависти нет. Это кажется вам. Бывает грех числа и гордыни, бывает, но часто бывает. Ну вот, ну почему вас донимает чужая машина? Потому что человека, которого все знают, к которому идут и несут своё пожертвование, думают, что пожертвование пойдёт. Мне тоже несут... Вы можете помолчать? Мне тоже несут пожертвование. Вообще церковь живёт на... Ну, вы не отвечаете на мой вопрос. Отвечаю. Отвечаю. Просто вы говорите определённую, так сказать, вот, и хотите, чтобы я встал на вашу точку зрения. А я стою совершенно другой. Вот я являюсь настоятелем, у меня 20 священников в моих приходах, все служат, у всех разные машины. У некоторых подороже, чем моя, у некоторых подешевле, вот, а некоторые вообще, так сказать... Ну, вы понимаете, что это искушение и отталкивание от церкви и других людей... Да вот до сих пор никто не оттолкнулся, понимаете? Вот ни один человек не оттолкнулся. Ну, так многие не приходят из-за этого. Ну, как у нас в храм войти нельзя? Как не приходят? Многие не приходят к вере из-за того, что в церковь не приходят. Да нет, а дело в том, что некоторые не приходят в большой театр, потому что дорого. Ну, и что? Ну, церковь это не театр, правильно? Зато у нас в церкви всё бесплатно. А вот и нет. У нас, да, в моём приходе всё бесплатно, кроме книг и свечей. А так, Кристина, хочешь, жертвуй, а хочешь, нет, мы и так покрестим. Так же и венчание. Никогда никого не спрашиваю, кто что в кружку положит, зато спасибо, кланяемся и благодарим. А записки сколько у вас стоит? Ни сколько не стоит. Кто сколько даст? Ну, вот у нас всё платно. А вы к нам приходите. Я машину свою покажу, покатаю. До метро вас отвезу. А ведь не об этом. Я сама хожу и жесткую, и я верую. Ну и хорошо, это правильно. Да многие просто читают газету «Московский комсомолец» и распропагандированы. Вот один русский писатель описывает такой случай, что едет архиерей на двойке лошадей в карете. Это было сто лет назад с лишним. Он сказал, ой, владыка, ему бы четвёрочку. То есть он возгорелся, что архиерей едет на такой бледной повозке, состоящей из двух лошадей. Что архиерею полагается четвёрочка хотя бы. Я уж не говорю, шесть лошадей запреть. Вот. Вот это правильный подход. Вместо того, чтобы взять, скинуться, и чтобы батюшки... Скажите, пожалуйста, для каких таких дел нужно иметь средства передвижения именно вот за такую цену, а не попроще? Средства передвижения, может быть, и попроще? И бывает. У нас некоторые батюшки... Я понимаю, что батюшки... Ездят на автобусе. Потому что очень много приходов, и не всех успевают окормлять, но... Ну, почему? Успевают? У меня восемь приходов. Слава Богу, когда и успевают... И успеваем, и окормляем. Да, средства передвижения. Но не за такую же сумму. А, ну что вы считаете? Это маленькая сумма для нас, за пределами, далеко от Москвы. Это очень огромная сумма. Ну, может, кто-то там ему свою отдал машину. У нас вот очень многие батюшки... Это началось... Вот у меня друг есть, отец Сергий. Он первый в Москве получил Мерседес. Каким образом? У него был приятель в Германии. И тот в газете написал, русскому православному священнику требуется автомобиль. И тут же какой-то немец подарил ему свой Мерседес. Пригнали в Москву. И он, ну, редко, но ездил на этом Мерседесе. Он не новый был. И что тут такого? О, Мерседес! Ну, старый Мерседес ему было 20 лет. А моя первая машина... Мне мой приятель, священник, подарил этот кольт Митсубиси. Привез его. Старенький, ему было 30 лет. Я на нем 5 лет отъездил, да еще подарил в монастырь в один северный. И там на нем отец Александр еще 5 лет проездил. И сменили только это самое, как называется, сцепление ему от восьмерки поставили. Это первая была моя машина американская. И ни у кого такой не было. Приемистость отличная. И что? Завидовать? Скажешь, зачем вот... Я тоже обо мне неправильно думать, что я завидовал. Да я о вас вообще не думаю. Я о вас даже и не знаю, к сожалению. Ну, просто вот то, с каким пафосом вы это говорите, вы абсолютно неправы. Поверьте уже старому священнику. Ну, вот я и говорю, что у меня грех и искушение. Ну, да. Ну, искушение. Про них апостол Яков, прочитайте сейчас это послание, сказано. Радуйтесь, братья. Ну, к сестрам тоже относятся. Когда впадаете в различные искушения. Искушение, что такое в переводе на латынь? Значит, экзамен. Вы этот экзамен сдали на двойку. Вот вы почитайте и подумайте. А как вы очень наши, не веди нас во искушение? Ну, очень даже просто. Не веди нас во искушение. Даже Папа Римский новый перевод сделал. Это совершенно... Потому что Бог никого не искушает. Просто речь идёт о том, чтобы в искушении не упасть. Что с вами и случилось. Вы покой потеряли из-за чужой машины. Ну, вы вообще... Нет, я покой не потерял, но... Ну, я же слышу, как у вас вообще голос трепещет. Я же всё-таки в этом немножко разбираюсь. Вы же меня не знаете, поэтому... А тут и знать нечего. Я же слышу, я не глухой. Вы возмущены. Понимаете? Вы возмущены. И вот это возмущение, это не от Бога, а от Его антипода. С чем вас не могу поздравить, конечно. Поэтому я бы на вашем месте на исповедь пошёл бы и покаялся. Ну, вот, к сожалению, я рад, что с вами поговорил так долго и подробно. Надеюсь, что как-то какой-то крен в вашей позиции произойдёт. Всего вам доброго. До свидания. Спасибо, батюшка, за ответы, за передачу. Всего доброго. Пожалуйста, рад стараться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова